Приветствую вас и, как следует из текста вашего вопроса, то, что вас сейчас волнует, это чтобы развод был максимально безболезненным. Так вот, к сожалению, развестись безболезненно у вас не получится. Почему? Потому что, как минимум, жена получает половину всего того, что у вас есть, половину совместного наследого имущества получает ваша жена. И, исходя из этого, можно сказать, что его как минимум половину вы теряете. То есть, к этому нужно подготовиться. Вот, заранее совместное наследие имущество разделяется пополам. Если вас не устраивает, что ваша жена тиран, как вы говорите, то тогда давайте попробуем прояснить с вами, прежде чем разводиться. А вот причина, по которой вы собираетесь подать на развод, она различается только в тирании жены? Или есть еще какие-то аспекты, есть еще какие-то моменты, которые вас волнуют, беспокоят, которые вас не устраивают? Либо, кроме тирании, в принципе, если вот убрать этот момент, да, что жена тиран, то, в принципе, с ней можно сшить, и вы ее любите. Если так, то тогда надо разобрать, а почему же женщина является тираном? Ведь тиран, по сути, это человек, который боится. Тиран – это, по сути, трусливый человек. И надо определить, чего ваша жена боится, чего ваша жена опасается. И тогда, как ни странно, вам станет понятно это, и вы уже решите для себя, либо вы будете пытаться показать своей супруге, что то, чего она боится, не является сколько-нибудь истинным, верным, правильным и так далее. Причем постепенно, ведь она затирает. Если у вас есть и хватит на это терпение, там, силу и так далее. Либо вы откровенно, окончательно отказываетесь пытаться выстраивать отношения со своей женой и подаете на работу. То для начала вам нужно принять это решение, сделать этот выбор, а дальше уже работать непосредственно в том направлении, которое вы на себя выберете. Если первое направление, то есть проработка тирании вашей супруги, тогда нужно разбирать со специалистом, с какого момента это началось, что спровоцировало вашу супругу так себя вести. И, собственно говоря, вся история ваших отношений с женой была бы не личной в этой ситуации. Тогда можно будет подобрать стратегию вашего поведения по постепенному изменению поведения вашей жены на более конструктивное и менее тираническое. Если вы решите все-таки разводиться, это ваше право. В нем вам никто не вправе отказывать, но в таком случае приготовьтесь к затратам на адвоката, к затратам на судебные зерчки и на делевшее имущество, о котором я уже говорил. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, если вы захотите разобрать тиранию жены, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Сделаю вам всего доброго и удачи!